Нарушение тишины или воспрепятствование нормальному отдыху и спокойствию граждан предусматривает штраф, согласно статье 437 Кодекса об административных правонарушениях. Для юридических лиц сумма наказания в наступившем году увеличилась вдвое и теперь составляет для субъектов малого бизнеса 20 МРП, среднего 30 МРП, крупного предпринимательства 100 МРП. Для того, чтобы определить, есть ли нарушение, необходимо сделать замеры шума. Если жалоба приходит участковому либо в полицию, полицейский либо участковый должен прийти, замерить шум и только после этого составить административный протокол, если действительно есть завышение уровня шума. Если завышения нет, естественно объяснить жалобщикам о том, что согласно нормам, если шум не превышает норму и то же самое составить материал и передать это жалобщику, ну то есть сделать официальный ответ. Но по статистике чаще всего тиммертаусцы жалуются на нарушение тишины физическими лицами. В топе обращения к участковому просьба утихомирить живущих за стенкой супругов, очень громко выясняющих отношения, заставить замолчать собаку или привлечь к ответственности соседа, у которого в квартире вечный ремонт. Однако за такие правонарушения штраф не изменился. Он составляет всего 5 МРП или 13 255 тенге. Если соседи шумят, то это естественно, то надо сразу же мгновенно обращаться по 102 в полицию, либо в дежурную часть торговского дела полиции. Тут мгновенно у нас есть группа, которые мгновенно выезжают, реагируют. Если факт данный подтверждается, то мы данных лиц по заявлению привлекаем к администрированной ответственности. То есть заявление должно быть обязательно. По закону уровень ночного шума не должен превышать 30 дБ. Это примерно равняется громкости спокойной речи. Но, по словам Асхата Косенова, бывают случаи, которые даже в таких жестких рамках трудно признать нарушением тишины. Например, аварийно-спасательные работы или плач маленького ребенка. Если, к примеру, родители не занимаются воспитанием своих детей, грудного ребенка, не смотрят за ним, и тогда ребенок поэтому и плачет, не кормит его, тогда, конечно, будут нести ответственность родители за своего ребенка. Но я так еще раз хочу сказать, что по каждому факту надо разбираться отдельно. Помимо увеличения штрафа в правительстве задумались об изменении времени, в которое запрещается нарушать тишину и спокойствие граждан. Данное предложение пока не рассмотрено. Потому промежуток тишины остается прежним с 23.00 до 6.00 утра. Екатерина Чеснокова, Владимир Пороховой, Сергей Баданин. Новости Тимиртау.